Ну, во-первых, невзору первоклассный профессионал. Он действительно излагает свои убеждения. Другой вопрос, убеждения ли это? Думаю, что убеждения. Излагает их с великолепным напором, убедительно, наглядно, доказательно. Вообще он такой один из классиков устной речи и доказал это еще в программе 600 секунд, где все эти 600 секунд разговаривал неутомимо, кроме того, будучи первоклассным репортером с идеальным чутьем и хорошими связями во всех новостных источниках. Он человек серьезный, талантливый и замечательный биолог, судя по тому, что я знаю, я-то не профессионал, но есть отзывы профессионалов. Мне кажется, что он человек опасный, а в моих устах это комплимент. Опасный в том смысле, что он много знает про всех, умеет этим знанием пользоваться, и его чрезвычайно трудно купить или приручить. Невзоров работает на себя, а не на кого-то. Тщеславие его велико, но, конечно, движет им не тщеславие. Движет им желание нести в мир истину, как он ее понимает. Он ненавидит иллюзии любые. Это как у Толстого, который ненавидел конвенции. Мне кажется, что такой безиллюзорный мир был бы неинтересен, поэтому я и говорю, что смотря на вещь как Невзоров, я бы не смог писать. Даже дело не в том, что вот знаю я столько по биологии, а просто смотри я под этим углом. Но этот угол тоже предоставляет возможности для творчества довольно интересные, для отчаяния экзистенциального. В общем, у него интересное мировоззрение, и он интересный человек. Но, конечно, не стоит надеяться на то, что Невзоров будет во всех ситуациях, если вы сейчас ему нравитесь, на всех ситуациях, на вашей стороне. Он на своей стороне. Ну, это примерно как Лимонов.